Hello, everyone! Today we have a talk about the verb to be. To be or not to be. To be or not to be. Быть или не быть. Сегодня мы поговорим с вами про глагол to be. С этого глагола начинают изучать английский язык неспроста. Он сам себя обслуживает, сам себе задает вопрос, сам себя отрицает. Очень много предложений строится на одном глаголе to be, хотя отдельно он практически не используется. У него всегда есть какая-то форма. Например, в настоящем времени эти три формы – am, is, are. Главное запомнить, какие местоимения с какой формы употребляются. First of all, let's repeat. Для начала давай повторим. Это местоимение переводится он, она, оно. И мы заменяем неживые предметы, стол, книга, телефон, животных. Например, кошка, собака, белка и так далее. Итак, am, is употребляется с местоимениями в единственном числе, are употребляется с местоимениями во множественном числе. Am употребляется с местоимениями I. I am. Is употребляется с местоимениями he, she, it. He is, she is, it is. Или любое другое слово, которое можно заменить на это местоимение. Например, my brother – это he. Your sister – это she. Внимание! Несмотря на то, что здесь было your sister, твоя сестра, все равно это она. Ну а кошечка – это it. Да-да, кошечка – это it. Are нам понадобится для местоимений we – мы, they – они и you – ты, вы. Одно и то же. А сейчас обрати, пожалуйста, свое внимание на то, что в первой части таблицы форма единственного числа, а во второй части – форма множественного числа. Для начала давай повторим, как спрягается глагол to be с местоимениями в единственном числе. I am, you are, he is, she is, it is. Ну и как же спрягается глагол to be во множественном числе? We are, you are, they are. Обрати свое внимание на местоимение you. Местоимение стоит и в первой, и во второй части таблицы, потому что на русский язык переводится ты в единственном числе, вы во множественном числе. Но глагол to be не меняется, то есть и в единственном – you are, и во множественном – you are. А сейчас тебе нужно дополнить пустые прочерки в таблице и написать сокращенную форму глагола to be множественного числа. Подсказкой тебе служат тексты на странице 6. А также хочу тебе напомнить, как написать сокращенную форму. Обрати внимание, как написана сокращенная форма в единственном числе. Там выпадает гласная буква, и вместо нее мы ставим апостров. Сверху. Таким образом получается сокращенная форма. Be. Singular affirmative. We use the verb be for names and ages. For example. Hello. I'm Emma. I'm 10. This is Daniel. And this is Clara. They are 14. We often use short forms. Long form and short form. You can see long form in the left column. And you can see short form in the right column. Be. Plural affirmative. Long form and short form. Subject pronouns we use with the word be. For example. I'm Kwanish. You are 11. He is a teacher. She is a student. It is a cat. We are from Kazakhstan. You are 15. They are friends. Emily is from Great Britain. Or she is from Great Britain. Mansoor and Kulnara are new students. Or they are new students. We can't leave out I, you, he, she, it, we or they. For example. I'm 12 years old. It's right. I'm 12 years old. It's not right. Thank you for your attention. Bye-bye. If you like this video, subscribe my channel. Bye-bye.